здорово бандиты всем доброго времени суток это конфликт интересов на youtube канале life sporting tribune в этой передаче мы разбираем то что вызывает много споров у болельщиков выслушав все стороны конфликта взвесив за и против мы высказываем свое мнение о ваше право согласиться или не согласиться самый большой спор последнего времени в европейском футболе идет о том что несколько топ клубов старого света выступили за создание суперлиги которая должна прийти на смену действующему кубку лиги чемпионов но многие против этих перемен так давайте же вместе с вами рассмотрим мнение сторон и начнем с тех кто выступает за создание суперлиги ну во первых это то что каждый матч будет между топовыми соперниками а те кто за суперлигу не сомневается что интерес к футболу только возрастет не будет никаких проходных матчей в каждой игре будет борьба между лучшими футбольными клубами возрастет интерес значит вырастут и доходы клубы выступающие за суперлигу уверены что их доходы несомненно вырастут такие матчи как реал ювентус или например манчестер юнайтед барселона просто не могут приносить мало денег независимость от уефа этот пункт можно разделить как минимум на два подпункта ну во первых это то что топ клубы европы от которых больше всего идут доходы считаю что уефа несправедливо распоряжается деньгами ну а во-вторых эти клубы просто теряют доверие к уефа которая как и фифа давно уже погрязли в коррупционных скандалах создатели проекта суперлиги опираются на опыт похожих лиг в других видах спорта такие как нхл или нба ну тут все понятно и нхл лучшая хоккейная лига нба лучшая баскетбольная лига и планируется что футбольная суперлига будет непревзойденной на самом деле сторонники суперлиги могут много перечислять плюсов это и удобные графики матчей и обещают развитие футбола в целом но мы выделили пожалуй четыре главных плюса но чем ответят консерваторы то есть те кто за нынешний формат европейского футбола первое и пожалуй самое очевидное это то что создание такой лиги просто сделает большой футбол недоступным для 99 процентов клубов безусловно чемпионаты как были так и останутся но без своих грандов интерес заметно упадет а чтобы попасть суперлигу нужно быть ну очень очень богатым кстати про российские клубы там особо никто разговоров и не ведет лучшая враг хорошего действующая лига чемпионов самый зрелищный турнир который на протяжении многих лет не отпускает планку известные распространенные утверждения что в лиге чемпионов слабых команд нет полностью имеет право быть так или иначе каждый год случаются неожиданные результаты когда андердоги обыгрывают явных фаворитов лига чемпионов мечта всех клубов кто-то в нее верит кто-то не очень но это мечта для многих клубов и она понятна а понятно в том смысле клубы понимают какой путь нужно пройти чтобы играть в этом турнире и возможно даже попытаться выиграть его лига чемпионов эта возможность наличие этого турнира в том формате в котором он есть сейчас делает национальные чемпионаты интереснее все борются за попадание в этот турнир устраивая у себя дома настоящую внутреннюю борьбу попадание в групповой этап лиги чемпионов дает отличную финансовую возможность клубам для развития как для топовых клубов так и для тех кто стремится стать топовым а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон